В общей сложности 20 встреч намерен провести президент Украины Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, на котором традиционно собирается финансовая и политическая элита со всего мира. Украинский президент уже встретился с главой МВФ, президентом группы Мирового банка, премьерами Израиля и Нидерландов. Кроме того, на форуме впервые открылся украинский дом. Там лидерам мирового бизнеса презентуют инвестиционные возможности Украины. Все подробности об этом знает моя коллега Любовь Зодорожная. Раз в год швейцарский горнолыжный курорт превращается в площадку обсуждения и решения глобальных мировых проблем. От экономических вопросов до социального и гендерного равенства. Гости форума говорят, одна эта площадка заменяет десятки ежегодных перелетов и встреч. Среди гостей представители украинского бизнеса и политикума. Во главе делегации президент Петр Порошенко. Среди первых встреч разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и позитивный сигнал для Украины. Мы продолжим работать вместе и поддерживать Украину. И мы обсудили осуществление мероприятий, которые помогут завершить ожидаемый пересмотр программы поддержки МВФ. Среди таких мероприятий создание антикоррупционного суда в Украине. Была прекрасная встреча. Определили, что и когда должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива находится в парламенте и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению. Прошедшую осень Петр Порошенко назвал осенью реформ для Украины. Во время которой Киев начал модернизацию образовательной, медицинской, пенсионной систем. Подчеркнул важность инвестиций в украинскую экономику. Анонсировал создание системы защиты и стимулирования инвестиций. В том числе через налоговые льготы. Очень важная реформа в области приватизации, о которой говорили 20 лет, но ничего не происходило. Мы сделаем систему, которой доверяют инвесторы с помощью иностранных советников. Я горжусь, что этот год первый, когда у нас много предложений от иностранных инвесторов. Такого большого числа топ-игроков инвестиционного рынка еще не было. И мы хотим стать важной страной для инвесторов, важным партнером. В Довосе Порошенко сказал о важности донесения правды о событиях в Украине. Фейковые новости – часть гибридной войны со стороны России. Фейковые новости очень хорошо скоординированы. Это часть российской гибридной войны, которую она ведет не только против Украины, но и против всего свободного мира. Важно доносить правду о том, что происходит в Украине, чтобы защитить весь мир от фейковых новостей, которые распространяются в США, Канаде и большинстве стран ЕС. Интерес к Украине подтверждает и украинский дом в Довосе. Такой хаб в рамках форума работает впервые. Здесь лидеры мирового бизнеса ознакомятся с украинскими инновациями. Среди гостей и робот София – единственный искусственный интеллект в мире, имеющий гражданство. Его роботу предоставила Саудовская Аравия. Место Украины на глобальной арене существует, и оно очень хорошее и имеет большой потенциал. К нам приходит большое количество гостей. Регистрации на каждую панель составляют около 300 человек. Хотя мы можем вместить буквально 70-80. Сегодня в Довос приехал и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он стал первым главой США, посетившим форум почти за 20 лет. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 26 февраля Трамп может встретиться с Петром Порошенко. Любовь Задорожная, ЮЭй ТВ